Удивительно, что главной темой о фигурном катании неожиданно стала художественная гимнастика, но даже не женская, где России традиционно нет равных, а мужская. В центре внимания эта экзотическая дисциплина оказалась с легкой руки Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка познакомила своих подписчиков, а это 1 миллион 300 тысяч человек, с творчеством испанского художественного гимнаста и подвергла его вид спорта резкой критике. В ответ Татьяна получила обвинение в связи с неуважением к цивилизованному обществу, и ее даже требуют лишить олимпийского золота. Выступление испанского художественного гимнаста Кристофера Бенитеса настолько впечатлило олимпийскую чемпионку Татьяну Навку, что она решила поделиться им с миром. При этом фигуристка пребывала не в восторге, а как сама выразилась в культурном шоке. Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут, как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела? Правда, счастлива, что в нашей стране такого нет, и надеюсь, никогда не будет. Кто же вырастет в западном обществе с такими тенденциями? Куда заведет это их путь? И почему-то я уверена, что в итоге их ждет тупик, написала Навка на своей странице в инстаграме. Татьяна уверена, что мужское должно оставаться мужским, а женское – женским. Ее недовольство, пропаганда западных ценностей разделили многие известные спортсмены и политики. «Мужская художественная гимнастика – это безумие, я даже смотреть на это не захочу, если это где-то будет транслироваться. Очень надеюсь, что мы это вообще никогда не увидим. Здравый ум все-таки должен победить. А это вещи, которые лично у меня не складываются в голове», – сказал депутат Дмитрий Свящев. Однако наряду с многочисленными одобрительскими комментариями к посту Навки можно встретить резкую критику в ее адрес, причем в основном на английском языке. «Тебе должно быть стыдно, да ты имеешь право на свое мнение, это очевидно, но ты пересекла черту, когда поделилась этим мнением с миллионами подписчиков. Сейчас можно говорить что угодно, но урон уже нанесен. Ты потеряла уважение в нашем сообществе», – так написала трехкратный призер чемпионата в «Танцах на льду» Кейтлин Увер в комментариях под постом спортсменки. «Мне действительно печально видеть, что в 2021 году все еще существует такое большое отсутствие открытости и уважения к другим и отличиям самовыражения. Хотелось бы, чтобы мы понимали, что подобного рода публичные нападки разрушительны и вредны, направляя все свои мысли и поддержку спортсмену на видео и всем остальным, кто чувствовал себя подвергнутым нападкам из-за этих неприемлемых комментариев». Так рассердилась чемпионка мира в «Танцах на льду» Габриэла Пападакис, выступающая в паре с Гиомом Сидероном. Не остался в стороне герой скандального видео испанский гимнаст Кристофер Бенитес, чей внешний вид возмутил как саму Навку, так и ее подписчиков. Мужчина выходит на ковер в женоподобном костюме и с ярким макияжем. «Начни уважать, нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, и у тебя гнилое сердце», – так написал Бенитес по-русски в комментариях к посту фигуристки. «Слова Татьяны меня ранили, они написаны с ненавистью. Она демонстрирует узкое неспортивное мышление. И мне грустно, что это сказала олимпийская чемпионка. Мне кажется, человек с такими взглядами недостоин звания олимпийского атлета. Ей нужно смотреть дальше своих глаз и признать, что все виды спорта должны быть одинаково представлены мужчинами и женщинами. Недовольные пользователи обвиняют навку в дискриминации и даже требуют наказать ее лишением олимпийского золота. До этого, конечно, вряд ли дойдет, но резонанс вокруг заявления чемпионки поднялся нешуточный. Вольно или невольно, но эта история привлекла внимание к необычному для России виду спорта. На самом деле мужская художественная гимнастика существует и развивается и у нас в России. Причем этим вопросом лично занимается президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Виннер-Усманова. Она давно работает над созданием мужской группы спортсменов и радует за то, чтобы гимнастика была доступна представителям обоих полов. Мы уже давно занимаемся развитием в России мужской художественной гимнастики и с самого начала придерживаемся японского направления. Еще 10 лет назад я приглашала в Россию японских тренеров мужской художественной гимнастики, которые должны были поделиться с нашими специалистами своей методикой подготовки. Так рассказывала она в январе 2021 года. Японское направление, о котором говорит Виннер, зародилось в стране восходящего солнца еще в 1980-х годах и ориентируется на восточные боевые искусства. Эта дисциплина сильно отличается от женской. Она является симбиозом цирка, акробатики и элементов художественной гимнастики. В противовес этому существует испанское направление, полностью копирующее женскую программу. Спортсмены выступают с лентами вместо гимнастических палок и носят костюмы с блестками, сопровождая все это ярким макияжем. В России эту традицию не принимают. Трехкратный чемпион мира по художественной гимнастике Александр Буклов и вовсе уверен, что испанский вид программы у нас не приживется. Надо очень постараться, чтобы Международный Олимпийский комитет признал именно японское направление, которое мы у себя развиваем, а не испанское. Потому что испанское у нас не приживется никогда, не будет иметь успех, да и это не очень правильно с физиологической точки зрения. Так говорил Буклов.